Можно ли кошкам сладкое, как они чувствуют и почему хотят шоколад? Некоторые животные, как и люди, тоже могут быть сладкоежками. Кошки не исключение. На самом деле, когда кошка ест конфеты, кусочек шоколада, другие сладости, она не понимает вкус и не чувствует его запах. Животные пробуют другой состав продукта, вкус растительных жиров, белок, молоко и т.д. Но не сахар. Можно ли кошкам сладкое? Такой вопрос часто задают владельцы ветеринарам. Сладкое для кошек. Языки большинства домашних питомцев содержат вкусовые рецепторы на клеточной поверхности, которые связываются с поступающим веществом. Когда что-то сладкое попадает в рот, информация об этом поступает в мозг, главным образом потому, что сладость является признаком наличия богатых углеводов. Ответом на вопрос, можно ли котам сладкое, является однозначное нет. Коты не различают сахара в сладких продуктах пользы или вред шоколада. Шоколад очень опасен для кошек. Передозировка вызывает интоксикацию, которая часто приводит к смерти. Можно сказать, что шоколадка не только бесполезна для питомцев, но и оказывает вредное воздействие на их организм. Это и есть причина, почему кошкам нельзя сладкое. Токсичность тиабрамина и кофеина в составе шоколада приводит к следующим последствиям при ответе на вопрос, можно ли кошкам шоколад. Рвота, понос, повышенная частота сердечных сокращений прогрессирует до опасного нарушения сердечного ритма, повышенная температура, приступы кома, смерть. Важно! Шоколадные изделия содержат различное количество какао, что влияет на количество тиабрамина, содержащий гася в этих продуктах. Несладкий шоколад для выпечки содержит наибольшее количество тиабрамина, далее идет темный шоколад, на последнем месте – молочный шоколад, а за ним – белый. Если задуматься, можно ли котам шоколад, то следует рассчитывать дозировку. В смертельная доза рассчитывается по массе тела кошки, количестве тиабрамина в продукте, который был съеден. Шоколад приносит много вреда питомцам. Причина почему нельзя постоянное употребление и сладости вызывает у питомцев диарею, летаргию, отказ от еды, рвоту, расстройство желудка. Сладкие закуски особенно опасны для стареющих и хронически больных животных, котят и беременных кошек. Даже легкий привкус сахара в ослабленном теле животного может спровоцировать выпадение волос, зуд, помутнение зрения, заболевания рта, агрессию или панику, потерю зубов и ослабление иммунной системы. Слишком много сладостей при кормлении вызывает истончение капилляров, ухудшение состояния поджелудочной железы, дисфункции надпочечников. Значительное снижение усвояемости белков организмом, раннюю гибель клеток, что впоследствии приводит к быстрому старению. Важно! Употребление сладости увеличивает риск панкреатита. Сладкое должно быть под запретом питания котам. Можно ли давать сахар технически? Да. Сахар не является ядовитым для кошек при небольшой дозе. Однако он считается пищей, которая может нанести вред здоровью в долгосрочной перспективе. Добавление сахара должно быть сведено к минимуму в рационе кошачьих. Большинству взрослых кошек требуется всего пара сотен калорий в день, а это означает, что пустые калории, такие как сахар, могут накапливаться очень быстро. Кормление кошек столовым сахаром на регулярной основе обычно способствует ожирению, что, в свою очередь, приводит к другим проблемам со здоровьем. Сахар в больших дозах может стать ядом для кота. Чувствуют ли кошки сладкое? Чувствуют ли кошки сладкий вкус? Домашние питомцы не чувствуют сладкого. Это можно объяснить тем, что в ДНК кошек отсутствует ген ТАС-1Р2, отвечающий за ощущение сладости. В связи с этим, домашнее животное не может контролировать количество сахара, поступающего в его организм, что может привести к отравлению. Важно! Искусственные подсластители кажутся котам горькими, поэтому они отказываются от подобной еды. Вполне понятным становится факт, почему котам нельзя сладкое. Причины желания шоколада у кошек. Очень необычно видеть ситуацию, когда кот ест сладкое. Если подобное случается, это может быть связано с несколькими причинами. Пищевой дефицит веществ, проблемы со здоровьем, генетическая предрасположенность, факторы окружающей среды, компульсивное расстройство. Некоторые коты предпочитают сладости из-за запаха. Полезные витамины в шоколаде. Полезных витаминов для питомца в шоколаде нет. Единственная потребность может возникнуть, когда у животного наблюдается нехватка калорий. Тут на помощь придет шоколад. Инстинктивно питомец чувствует, что нуждается в дополнительных калориях, например, когда он активен и поедает сладкое. Прежде чем давать шоколад коту, следует учитывать определенные правила, рассчитать безопасное количество шоколада опасной дозой. Считается 20 мг тиабрамина на 0,5 кг веса. Давать шоколад надо редко, параллельно следует запивать водой. Важно! Если питомец любит шоколад, следует давать ему белый, так как он является самым безопасным вариантом для его здоровья. Приятный запах коту очень любит вкусные запахи. У каждого свои предпочтения в обонянии. Некоторые из них любят запах шоколада, что может стать причиной желания съесть его. Если кошка стала просить сладкое, например, мороженое, то, скорее всего, ее привлекает запах молочных белков или определенных синтетических добавок. Приятный запах сладости манит животное плохое воспитание. Если кот с детства привык есть сладости, то он будет продолжать это делать. И в более взрослом возрасте, что крайне вредно для здоровья. В такой ситуации следует проконсультироваться с ветеринаром, чтобы он помог решить проблему излишней потребности питомца. Возможные варианты объяснения желания поедать сладости. Животное притягивает не вкус, а запах кошки нравится консистенция продукта. Питомец любит есть из рук хозяина. Наличие витаминоза. Отсутствие определенных веществ. Несбалансированный рацион питания. Нарушение графика питания. Список сладостей, которые нельзя давать котам. Существует определенный перечень продуктов, которые категорически запрещены для кошек. Сладости, в которых есть заменитель сахара, ксилит, шоколад. Объяснением того, почему кошкам нельзя шоколад, является наличие в нем большого содержания тябрамина, мороженое, сгущенное молоко. Кисломолочные продукты с подсластителями и искусственными добавками. Сахар в молочных продуктах очень вреден список продуктов, которые можно по чуть-чуть установлен перечень продуктов, которые может употреблять животное в небольших дозах. В них присутствует натуральная фруктоза, глюкоза, яблоки содержат много минералов, витаминов и клетчатки. Груши также содержат минералы, витамины и клетчатку, абрикосы, сливы советуют употреблять в небольших количествах. Бахчевые употребляют с осторожностью инжир, финики, курага, малина, ижевика, черника при отсутствии аллергии. Какой вариант лучше для питомца, решает хозяин. Варианты, чем можно заменить сладкое. Самый лучший заменитель сладостей для домашнего питомца – это натуральные фрукты и овощи. Они содержат фруктозу, глюкозу и являются источником большого количества витаминов, минералов, клетчатки, что очень полезно для животного. Важно! В зоомагазинах можно приобрести специально изготовленное сладкое печенье для кошек. Оно обогащено витаминами А, Е, Д3. Изготавливаются без гемо-консервантов и красителей. Можно порадовать питомца приобретением специального пудинга в упаковках в виде молочного продукта. Самым важным заменителем сахара может стать мед. Но с ним необходимо быть особенно осторожными, так как он вызывает аллергические реакции. В еду котику добавляют буквально по капле меда, что придает сладость продукту не вредит здоровью. Натуральных заменителей сахара для питомцев много заменить. Сладкое можно следующими культурами – брюква, тыква, морковь, репа, свекла. Важно! Определенной сладостью обладают семена орехи, миндаль, кунжут после обработки. Если давать кошке сахар, это ее не отравит, но может вызвать много долговременных проблем со здоровьем. Сахар – это пустая пища, которая способствует ожирению, диабету и порче зубов. Его следует исключить из рациона питомца, либо заменить аре необходимости натуральными продуктами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова